Известные люди России оценили значимость строительства Ржевского мемориала. О его важности ранее уже высказался ряд российских артистов, писателей, режиссеров, сообщается на сайте Российского военно-исторического общества. Наши журналисты собрали самые яркие цитаты творческих людей, поддержавших возведение мемориала советскому солдату. Монумент, возводимый в Ржевском районе Тверской области, станет крупнейшим памятником советскому солдату в мире. Центральная скульптура бойца высотой 25 метров будет стоять на 10-метровом кургане. У подножия мемориала установят стальные плиты с выгравированными именами солдат, погибших под Ржевом. Для нас очень важно, и это можно сказать без преувеличения, чтобы наша территория внесла свой вклад не просто в праздник 75-летия Победы, но и дала возможность всем людям, которые проживают не только на территории Тверской области, но и московской агломерации, посещать этот мемориал, который бы хранил память о тех событиях, к сожалению, очень тяжелого времени, через которые прошла вся наша страна. О необходимости строительства Ржевского мемориала высказался режиссер Никита Михалков. По его мнению, строительство такого мемориала в настоящее время очень важно. В то время как в Европе пытаются забыть подвиг советского солдата и сносят памятники, в Ржеве на народные пожертвования будет возведен обелиск русского гуина, советскому солдату-победителю. Деньги на строительство собирает не только вся Россия, но и жители других стран. Это, по словам Никиты Михалкова, свидетельствует о том, что мы ни при каких условиях не хотим и не дадим забыть, что сделала наша страна в победе над гитлеровской Германией. Мы все знаем, что Ржев — это последний рубеж. Мы все знаем, сколько народу погибло под Ржевом, сколько там погибло ополченцев, просто простых гражданских людей, которые взяли оружие и пошли защищать свою страну, свою столицу. Средства на его возведение собирают не только простые граждане, но и известные музыканты. Например, Денис Масуев провел в Москве в концертном зале имени Петра Чайковского благотворительный концерт героям Ржева посвящается. Собранные от продажи билетов средства были перечислены на создание Ржевского мемориала. Все знают про Сталинградскую битву, но не все знают про Ржевскую битву. Это очень правильно, что открывается такой памятник, что об этом говорят. Об этом нужно постоянно напоминать. В моей семье мой дед служил, он был барабанщиком, он вернулся, слава богу, вернулся с ранением, с контузией. Я думаю, что нет семьи, которая не коснулась этого ужасного события. И об этом нужно, конечно, постоянно говорить и говорить правду. Открытие Ржевского мемориала советскому солдату 9 мая 2020 года по праву станет центральным событием торжеств, посвященных 75-летию Великой Победы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова